Здравствуйте! На портале Экзогиат.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 12 стих из 19 главы Евангелия от Матфея. Христос говорит своим ученикам, есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые скоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного, кто может вместить да вместит. Слова, которые очень часто вызывают недоуменные вопросы у тех, кто открывает впервые для себя Евангелие, и возникают несколько очень странных образов, потому что скопцы или евнухи – это люди, которые отказываются от брачных отношений, или люди, которые совершают некое членовредительство. И оказывается, среди таковых людей есть еще разные категории. Одни из них сами добровольно становятся таковыми, другие – в силу обстоятельств, внешних обстоятельств. Люди их делают такими. Но есть категория людей, которые делают это ради Царства Небесного. Это их решение, это их свободный выбор. И мы видим, что эти слова Христа вызывают глубокое разочарование и недоумение учеников, потому что они в ответ сказали бы, значит, не стоило бы и жениться, и вообще, кто сможет это исполнить. И поэтому Христос и отвечает, кто может вместить, кто сможет это понять, принять. Буквально вместить, как некий сосуд имеет определенную вместимость, потому что не каждое сердце достаточно широко и свободно для того, чтобы это принять, для того, чтобы совершить такой выбор, даже просто понять человека, который такой выбор совершает. Но прежде всего, о чем идет речь? Конечно, нужно смотреть в более широком контексте, потому что в предыдущих стихах говорилось о разводе. И вопрос о разводе заслуживает отдельного разговора. Допускается ли разводиться с женой в каких-то обстоятельствах, или это запрещено однозначно раз и навсегда? Итак, речь идет даже не столько о разводе, сколько о возможности вступить в повторный брак. Это не одно и то же. И в Евангелии от Матфея дважды Христос говорит об этом, и дважды Он запрещает вступать повторно в брак. Однако, эти запреты не являются абсолютным законом, который нельзя не исполнить. Это скорее некий совет. Тот, кто способен это вместить и последовать этому совету, тот пусть исполнит. Потому что нельзя принуждать к этому. Это должно быть свободным решением. Хотя в другом эпизоде все это сопровождается очень грозными предупреждениями. Это как раз то место, когда говорится о том, если глаз твой соблазняет тебя, то лучше его вырвать. Если рука тебя соблазняет, то лучше вырвать ее. И лучше войти инвалидом, искалеченным в царство небесное и в жизнь, чем оказаться в гиене огненной. То есть, здесь возникает очень грозное предупреждение и выбор между жизнью, между тем, чтобы войти в жизнь, или оказаться в пасти гиены огненной, то есть погибнуть. И если мы себе визуально представляем отсеченную руку или вырванный глаз, то у нас, конечно, вызывает некое сопротивление и отвращение. Но если это понимать нравственно, то в принципе в этом нет ничего ужасного. Это совершенно здоровое нравственное чувство. Если глаз для тебя является искушением, то нужно сделать так, чтобы ты не испытывал таких чувств, которые могут тебя разрушить изнутри. И здесь, конечно, нужно понимать, что всякий раз, когда употребляется часть тела, орган человеческого организма, то имеется в виду не анатомия. Очень часто это образное выражение, которое указывает на какие-то чувства или на какие-то поступки. Например, рука, конечно, это прежде всего некая сила, но и тоже некая доброта и забота. Глаз, это может быть некое желание, вожделение, но одновременно глаз, это тоже может быть некая доброта, забота и милосердие. Поэтому здесь речь идет не об анатомии, это не означает, что нужно буквально исполнять то, что говорит Христос, но понимать это гораздо глубже. В действительности от нас ожидается нечто большее. И прежде всего, конечно, Христос вызывает к нашему здравому смыслу и к нашей доброй и непринужденной воле. Поэтому тот, кто добровольно и непринужденно и окончательно выбирает жизнь воздержания, посвящая себя целомудрию, как монахи приносят обет безбрачия, обет целомудрия, то, конечно, это приветствуется, потому что они это делают ради Царства Божия, это не делается ради людей, это не делается ради самого себя, это делается ради чего-то большего. Для того, чтобы понять это немножко в другом ключе, то представьте себе любого человека, который, например, в молодости пережил какую-то травму, стал инвалидом, и поэтому не может создать семью. Может быть, он вообще остался без рук и без ног. И поэтому то, что с ним случилось, оно не является предметом его выбора. Никто из нас, может быть, этого бы не выбрал. Точно так же происходит иногда с людьми, которые переживают развод. Если тебя бросила жена или бросил тебя муж, или ты остался брошенным и отвергнутым своими детьми, сможешь ли ты создать новую семью, найдутся ли в тебе силы. Во многих людях просто нет внутренних ресурсов начать жизнь сначала. Они как будто скоплены навсегда этими внешними обстоятельствами. Но Христос говорит не об этом. Он не говорит о том, что нужно впадать в уныние или в депрессию. Напротив, там, где мы становимся как будто пассивной жертвой обстоятельств, в действительности мы всегда можем стать свидетелями, то есть носителями какой-то большей истины. Для того, чтобы мы не оставались пассивными жертвами, для того, чтобы мы могли перерасти обстоятельства своей жизни и наполнить их новым смыслом и новым содержанием. И для того, чтобы лучше понять это, мне хотелось бы вам привести молитву, которая широко известна. Иногда ее приписывают преподобному Серафиму Вырицкому. В действительности она написана другим человеком, и она очень хорошо известна в мире. И от этого она становится еще более прекрасной и истинной. Эта молитва написана человеком, который умирает молодым в больнице от неизлечимого заболевания. И она учит нас мудрости, которую учит нас тоже апостол Павел, потому что в его жизни тоже был некий недуг, о котором он не распространяется, некое жало в плоть, которое стало не просто его крестом, но стало его призванием. Превратить те стесняющие нас обстоятельства, то, что, может быть, на человеческом языке мы бы назвали физическим недостатком, неполноценностью. Превратить это в свое призвание, наполнить это новым смыслом и обрести в этом какое-то свое особое счастье и свое благословение. Итак, молитва этого человека. «Я просил у Бога сил, чтобы в жизни добиться успеха. Он сделал меня бессильным, чтобы я научился быть послушным и смиренным». Собственно, в этом и состоял бы подлинный успех. «Я просил у Бога здоровья, чтобы совершать великие дела. Он дал мне ограниченные возможности, чтобы я совершил нечто лучшее. Я просил у Бога богатств, чтобы быть счастливым. Он дал мне бедность, чтобы я стал мудрым. Я просил у Бога силу, чтобы люди уважали, считались со мной. Он дал мне немощи, чтобы я постоянно испытывал нужду в Боге. Я просил у Бога спутницу жизни или друга, чтобы не остаться одному. Он дал мне сердце, чтобы я мог любить всех братьев и сестер. «Я просил у Бога всего, чтобы наслаждаться жизнью. Взамен я получил жизнь, чтобы уметь радоваться всему. Я не получил ничего из того, чего просил, но я получил все, на что надеялся, почти наперекор самому себе». Молитвы, которые я не мог выразить словами, были услышаны. «Я оказался среди людей, наиболее щедро одаренных Богом». Итак, мы можем просить у Бога силы, богатства, успеха, счастливых семейных отношений, человеческого счастья. Но при этом пусть всегда главным остается наше пожелание. «Да будет воля Твоя». Если вдруг Господь нам посылает не совсем то, о чем мы просили, и мы хотим Ему сказать «Нет, ты ошибся адресами, я тебя просил не об этом», прислушаемся и сумеем превратить то, что нам посылается, в наше призвание, в источник нашего счастья. «Да будет воля Твоя». На портале «Экзегет.ру» с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.